Я вам предъявлю сейчас документ за вашей подписью, который свидетельствует об этом совещании. Вспоминайте, что такой документ был вам направлен? Из этого документа явствует, что здесь были определены поставки для Германии. В частности, из Франции. Миллион двести тысяч тонн продовольственного зерна. Из Бельгии, Нидерландов, Норвегии. Из России три миллиона тонн зерна. И так далее. Не считаете ли вы, что подобного рода поставки являлись в сущности ограблением оккупированных стран? Очевидно. Я думаю, что вы понимаете. Но я другой вам хочу в связи с этим поставить вопрос. Вы не признаете, что это был грабеж? Не вспоминайте ли вы, что сам Геринг... На этом же совещании, что сам Геринг, на этом совещании, о котором вы вспомнили, что оно было, заявил в своем выступлении, что он намерен грабить, и именно эффективно грабить, оккупированные территории. Не припоминаете такое выражение? Не помните. Может быть, вы вспомните, что на том же заседании он заявил, обращаясь к руководителям этих областей, оккупированных, что вы посланы туда не для того, чтобы работать на благосостояние верных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное. Очевидно, выкачать, вы вспомнились в связи с этим. Вспоминайте это заявление подсудимого Геринга? Нет, я не могу меня на этот отзыв. Не можете вспомнить. Нет. Вы не припоминаете ли длительную переписку между Розенбергом и Герингом, в которой Розенберг настаивал, чтобы все функции по экономической эксплуатации оккупированных областей Советского Союза были изъяты от военных хозяйственных органов и переданы министерству Розенберга? Нет, я не знаю этот отзыв. Не знаю. В связи с этим вы не помните, что эта переписка так и не была окончательно разрешена? Да? Да, я не знаю этот отзыв. Я не знаю этот отзыв. В 2004 году, не припомните ли вы, когда... Я хочу только сказать о том, что эта переписка очень невероятна. Мы не понимаем эти вопросы. Я очевидно полагаю, что здесь от меня не зависит это обстоятельство, что до свидетеля точно не доходят мои вопросы. У меня еще несколько вопросов. Не вспомните ли вы, что в 1944 году, после того, когда Красная Армия изгнала немецкие войска из Украины, Гевинг ответил Розенбергу, что решение вопроса об экономической эксплуатации в Украине откладывается до более благоприятного времени. В 1944 году. Нет, я не могу ничего не отзываться. Об этом я не помню. В 1944... Нет. Но господин председатель считает необходимым объявить перерыв. У меня будет еще несколько вопросов. Поэтому я бы считал удобным после перерыва. Спасибо. ... ... ... ... 4.30 today. Я имею в виду документ, предъявленный трибуналу под номером СССР 174. Я прошу вас ознакомиться и вспомнить, получали ли вы такое письмо. Как вы видите, этот документ начинается словами многоуважаемый господин статс-секретарь, дорогой товарищ по партии Кёрнер. Речь идет об унификации экономического руководства. Продолжение следует... Получили. Как явствует из этого отношения, вопрос ставится о проведении специального совещания под вашим руководством. Таким образом, правильно ли я сделаю вывод, чтобы были очень близкие помощники подсудимого Геринга в вопросах так называемой унификации экономического руководства? И последний вопрос. Подтверждаете ли вы, что подсудимый Геринг, как уполномоченный по четырехлетнему плану, возглавлял всю деятельность как гражданских, так и военных германских органов по экономической эксплуатации всех оккупированных территорий, и что вы в этих вопросах были его ближайшим помощником? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы говорите, что эта проблема не была разрешена. Я вас спрашиваю, эта проблема не была разрешена по независимым от вас обстоятельствам. Вам помешали в этом деле войска Красной Армии и союзных армий? Я думаю, что до того момента, в котором этот бюджет был разрешен, это не могло влиять. Эта вопрос о том, что это было не было, потому что другие ситуации спрашивали. Я не намерен сейчас ставить вам вопросы об этих причинах, но вы не ответили на мой последний вопрос. Я вас спросил, подтверждаете ли вы, что Геринг, как уполномоченный по четырехлетнему плану, возглавлял всю деятельность как гражданских, так и военных германских органов по экономической эксплуатации всех оккупированных территорий и что вы были его ближайшим помощником? Геринг. 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 Доброе утро, что вы говорите. Доброе утро, что вы говорите. Я спросил вас, кто это право представил Германию? Но вы заговорили о праве Германии. Доброе утро, что вы говорите. Доброе утро, что вы говорите. Доброе утро, что вы говорите. Доброе утро. Доброе утро, что вы говорите. 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 That's awful. Доброе утро, что вы говорите. А о том, что миллионы людей уничтожались немецкими оккупантами, вы ничего не знаете? No, he已 never heard. It's not too. That's not right. subtles, though, is it just a line? Только теперь.